В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Во Владивостокском цирке можно увидеть новое грандиозное шоу «Бурлеск». А в гостях у нас автор идей, создатель и вдохновитель, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженный артист России Гия Эрадзе. Гия, здравствуйте! Здравствуйте! Вы уже, можно сказать, традиционно каждое лето приезжаете к нам во Владивосток и удивляете нашего зрителя грандиозными, масштабными какими-то проектами, с чем пожаловали на этот раз. Спасибо! На самом деле это уже такая добрая традиция. За столько лет сложилось, что именно в летний сезон мы приезжаем в замечательный город Владивосток, замечательный цирк. До меня это совершенно судьбоносный цирк, потому что в этом цирке мы создавали первое мое шоу «Пять континентов, 23 года назад». И уже много лет приезжаем на гастроли в этот замечательный город. И вот в прошлом году мы анонсировали и мы выполнили свое обещание. В этом году мы привезли один из таких мега, очень красивых проектов Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк» – шоу «Бурлеск». В этом спектакле, это именно цирковой спектакль, обладатели высших наград международных цирковых фестивалей. Уникальные цирковые номера, очень необычные жанры. В этом спектакле, конечно, колоссальное количество декораций, реквизита, костюмов. И очень много экзотических животных, большая фауна экзотических животных. Мы, наверное, о животных с вами поговорим чуть позже. А шоу, как всегда, масштабное, фееричное, в полном соответствии с вот этим шиком, вот этим «Бурлеском», который сегодня здесь, во Владивостоке. Это 120 человек трупа, 18 фур. Мы привезли сегодня состав поезда в город Владивосток. Поэтому вся трупа уже здесь. Гастроли мы очень успешно начали. Все билеты были проданы на все премьерные спектакли. В дальнейшем тоже гастроли продлятся все лето до 3 сентября. Поэтому весь Приморский край, все жители города Владивостока. И даже, я хочу вам сказать, даже у Суриска есть групповые заявки. Люди приезжают даже с Суриска посмотреть этот уникальный цирковой проект. На самом деле он уникальный, потому что та феерия красок и того масштаба, который сегодня царит во Владивостокском цирке, крайне редко можно увидеть в программах цирка. Но вас можно поздравить на самом деле. Вы, Бурлеск, стал обладателем главной цирковой награды «Золотого клоуна». Королевский цирк стал обладателем награды «Золотой клоуна» как коллектив целиком. Это единственный такой был случай, когда на фестивале Монте-Карло присудили «Золотого клоуна» целиком как коллектив. Но в этом составе, безусловно, принимают участие те номера, которые были на фестивале и являются обладателями высшей награды. Это уникальный номер «Иллюзионная трансформация Фаберже», который открывает наше второе деление. А уникальность заключается в том, что одновременно на глазах у зрителя 12 пар меняют костюмы и все костюмы в стиле Фаберже. Это происходит за секунды. И это эксклюзивный очень номер. Также в этом шоу уникальные номера бронзовой скульптуры. Допустим, люди, которые полностью в бронзе, и это такие застывшие статуи на очень оригинальном пьедестале с фонтанами. Воздушные гимнасты под дождем специально установлены на парад. И скупала дождь, и под дождем в воде работает замечательная пара. Обладатели тоже высших наград международных цирковых фестивалей. Только что они получили, буквально в этом году они получили на фестивале без границ, который проходил в Санкт-Петербурге, золотую награду. Диля и Марат Бегмаевым. Вот сейчас мы их видим в кадре. Это потрясающий номер, очень сложный номер. И очень красивый в том числе, потому что номер под водой и в воде под куполом цирка. Это очень красивая история, история любви. Номер называется «Погружаясь в любовь». Очень романтичная история, наверное. В том числе. Но надо сказать, раз сама принцесса Монако аплодировала стоя, то что же говорить для зрителя, скажем так, неискушенного. Здесь, наверное, вообще будет ураган эмоций, мне кажется. Да, это тоже заканчивает программу. Но, наверное, если мы поговорим с вами по поводу животных, потому что первый вопрос вообще у нашего российского, советского публики, это первый вопрос, какие животные в программе. У меня в конце был этот вопрос. Поэтому эти животные, животные в цирке пользуются большой успехом, популярностью. Всегда спрашивают, какие животные в цирке, потому что дети очень ждут животных в цирке. И в этом шоу экзотическая фауна очень редких животных в цирке. Это ламы, обезьяны, зебры, лемуры, медведи, лошади. Все животные, какие могут быть вот в одном шоу, вот эти животные все сегодня во Владивостоке. Также, конечно, очень много групповых номеров, потому что цирк не может быть без масштабных больших групповых номеров. Это встречные качели под руководством Михаила Филинова. Ребята, которые стали обладателями многих цирковых международных наград в Китае, в Германии, в Монако. Золотых и серебряных наград на фестивалях. Поэтому в Италии получили Грам-при этот номер. Это очень сложный акробатический номер. Это встречные качели. Очень оригинальный номер «Жонглеры» на очень оригинальном аппарате «Жонглеры на стрелах». Это уникальный советский цирковой номер, который когда-то работали в советском цирке. А мы его восстановили. Сегодня уже работают молодые ребята. Это уже на современном аппарате, в современной постановке «Жонглеры на стрелах». Это под куполом вращается аппарат. И на этой высоте работает номер «Жонглеры». Это очень оригинальный, необычный номер. Это эксклюзивный номер. Только в нашей программе вы можете увидеть такой номер. Также групповые турники, гимнасты на турниках, воздушные гимнасты. И даже будет сказочный «Белый Пегас». Очень красивый, настоящий, волшебный, сказочный «Белый Пегас». Недаром вы зоветесь королевским цирком, потому что я так думаю, что все это оборудование стоит сумасшедших каких-то денег, сумасшедших затрат и физических, и эмоциональных, и всего остального, потому что с этим нужно научиться работать. Какой номер является «Жемчужиной»? Я так понимаю, что это Фаберже как раз. Вы знаете, это как-то такая больше традиция советского цирка, когда были номера-номера, и в конце был гвоздь программы, аттракцион. Сегодня немножко другой формат цирка. Он создан в стиле спектакля и в стиле шоу, поэтому здесь все номера необычные, и я не хотел бы кого-то выделять. Это шоу в одном стиле совершенно. В этом шоу работы, вот, допустим, мы сейчас в кадре видим «Братья Брезнецы», замечательный номер Дмитрия и Александра Дудкины, ребята, которые работают в воздушные гимнасты, в колоколах, очень оригинальный аппарат, необычный тоже. И они же работают, вот эту экзотическую фауну животных, о которых я вам рассказывал, это заканчивает наше первое отделение. Конечно, цирк не может быть без клоунов. Заслуженный артист России Игорь Яшников, клоун Харри, который весь вечер на манеже, все представление с ребятами, в контакте с публикой. Также будет очень необычный персонаж, тоже такая некая клоунесса Мадам Бурлеск, которая будет и петь, и задействован во всем шоу, во всех номерах, потому что это такой театрализован... Это вообще... Все мои проекты – это синтез эстрады, театра, мюзикла, это сплетение жанров, это совершенно необычные декорации, уникальные костюмы, и поэтому я не хотел бы какой-то номер выделять с программы. Это просто единое шоу под названием «Бурлеск». Ну вот, кстати, да, я смотрела ваше интервью предыдущее о шоу «Бурлеск», и где-то было сказано, что это шоу-мюзикл больше, наверное. Ну, мюзикл – это когда поют, у нас не поют, у нас есть только одна всего лишь песня, которую исполняет Мадам Бурлеск. Это синтез вот такого направления эстрады, цирка, мюзикла, театра, сплетение именно жанров. Поет у нас только в конце. Народный артист России Филипп Киркоров, который специально исполнил песню, которую написал потрясающий композитер Алексей Горнизов, наш известный композитер в нашей стране, полюбившим миллион наших россиян. Мой один из тоже любимых композиторов Леша Горнизов написал сумасшедшую песню под названием «Аплодисменты» и в королевском цирке, в шоу «Бурлеск», конечно, исполнил король нашей эстрады, Народный артист России Филипп Киркоров, под что мы заканчиваем наше шоу и сделаем очень красивый, необычный финал, пророк, эпилог всего спектакля. Ну, это тоже такая своего рода фишка. Королевский цирк, король эстрады. Конечно. Да. А музыка писалась вообще, я так понимаю, индивидуально? Вся музыка авторская. Основная музыка – это потрясающие наши композиторы Дмитрий Кузнецов и Денис, и Алексей Горнизов вновь, потому что Алексей пишет песни, а Денис – это его сын, это уже почти 20 лет, по-моему, «Балетодис» работает только под фонограмму, написанную Денисом Горнизовым. И также мы уже почти 15 лет работаем под очень многие произведения, которые написали эти замечательные композиторы Алексея Дениса Горнизова. И также есть у нас молодые композиторы – это и Дмитрий Кузнецов, это и Андрей Пурчинский, которые тоже написали потрясающую музыку. И вся музыка только авторская. Поэтому все, что вы увидите в шоу «Бурлеск», это все эксклюзив. Так же, как и костюмы, насколько я понимаю. Безусловно. Костюмы, очень большое количество костюмов, они все необычные, неординарные, они очень красивые, они сделаны очень профессионально и необычно. Вот мы сейчас тоже наблюдаем на экране. Мне кажется, очень тяжелые еще. Это достопримечательность города Санкт-Петербурга, потому что номер Фаберже сделан вот в таком стиле Санкт-Петербурга. Почему Санкт-Петербурга? Потому что сам Фаберже родился в Санкт-Петербурге, еще в том Ленинграде. Эмигрировал он в Европу и жил уже последнее время в Германии и во Франции. Когда мы ехали в Монако, мы хотели показать нашу российскую культуру. И вот мы сделали такой уникальный номер в стиле Фаберже. И все костюмы, которые сделаны, вот трансформационно, которые артисты меняют, они меняют вот в этом стиле Фаберже. И сами аппараты яиц, это, конечно, не оригинальные яйца Фаберже, но это очень приближенная копия этого художника потрясающего Фаберже. Вопрос тогда, кто же занимался составлением сценария, кто придумывал все это? Вы знаете, один в поле не войн, я об этом всегда говорил, у меня замечательная команда режиссеров, постановщиков, балетмейстеров, композиторов, художников по костюмам, дизайнеров, которые нам создают и делают и визиты, и костюмы, и декорации. И балетмейстеры работают с артистами, режиссеры ставят номера. Это мои идеи, которые совместно мы придумываем все вместе, потому что, вы запомните, цирк – это такой вид искусства, особенно вот в наших коллективах так точно, никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Как бы хорошо ни получилось, на этом нельзя останавливаться, говорить, вот все, вот мы сделали, вот мы не будем дальше развиваться. Нет, мы всегда развиваемся, мы всегда в каком-то творческом поиске, мы никогда не стоим на месте, мы ищем какие-то новые моменты в шоу, чтобы это было оригинально, и постоянно шоу становится все лучше и лучше, и оно оттачивается, придумываются новые эквизиты, шьются новые костюмы, создаются новые номера для шоу. И постоянно шоу в таком творческом хорошем поиске – это очень большой плюс для качества шоу, потому что оно постоянно вот в таком творческом ключе находится. Но когда вы в прошлый раз приезжали, вы говорили, что мы будем создавать еще более уникальные шоу. И вы постоянно эту планку поднимаете и поднимаете, и поднимаете, мне просто кажется, куда уже выше, куда дальше. Нельзя становиться недостигнутым, поэтому нужно стремиться, понимаете, цирк для меня и для моей труппы – это не работа, это образ жизни. И я точно искренний, так же, как и моя труппа, мы очень любим цирк, мы живем своим делом, мы профессионально относимся к своему виду искусства, цирк – это определенный мир. В цирк люди либо приходят и остаются навсегда, либо приходят и сразу уходят. Это не так легко. Цирк, во-первых, это травмоопасно, каждый жанр травмоопасно. Во-вторых, это связано с гастрольным графиком. Цирк – это постоянные переезды, это поезда, самолеты, корабли. Иногда не успеваешь распаковываться, нужно уже упаковываться и переезжать в следующий город, поэтому этот темп не каждый может выдержать. Но те, кто попадают в цирк и остаются в цирке уже надолго, они, можно сказать, остаются в цирке навсегда. Поэтому это люди, фанаты своего дела, которые хотят развивать свои номера и свои аттракционы. Ну, цирк – это семья, наверное, и семьи там создаются. Безусловно, цирк же славится своими династиями. И вот хоть я в цирк пришел совершенно не из династии, мои родители никакого отношения к цирку не имели, но вы знаете, я счастлив и враг, что за 23 года существования пяти континентов, коллектив «Пять континентов», и еще раз хочу подчеркнуть, что мы его создавали здесь, в Владивостоке. Вот с пяти континентов родился Королевский цирк. С Королевского цирка родилось шоу «Бурлеск». С Бурлеска и Королевского цирка совместно мы придумали спектакль «Песчаная сказка», который сегодня на гастролях в сочинском государственном цирке. Все артисты, штатные артисты, рос груз цирка. И за эти годы у нас очень много детей, у нас очень много семей образовалось, и вот появились наши замечательные детишки. И когда мы работаем в новогодние спектакли, вот в прошлом году мы делали новогоднюю сказку, позапрошлом году мы делали новогоднюю сказку, у нас есть еще, помимо цирковых шоу, есть цирковые новогодние спектакли, именно цирковые сказки, то наши детишки участвуют в этом шоу, понимаете? Поэтому это дети, которые уже выходили в Манеж и выходят в Манеж. И они с таким удовольствием это делают. И я могу сказать, что у нас уже очень много детей, которые я вижу по детям, что они точно свою жизнь посвятят цирку. И это и есть уже династия, наша династия, которые уже появились у моих артистов. Это замечательно. Да, это просто замечательно. Это такая добрая, хорошая история. Бурлеск. В каких городах уже побывал? Немного городов. Пандемия очень большую роль сыграла в нашей жизни. 11 месяцев цирки были закрыты, мы не работали. Поэтому Бурлеск выпускали в московском цирке Никулино. Потом мы поехали, я помню, наизусть, помню практически все города, мы поехали в Нижний Новгород. А там у нас застала пандемия, и 11 месяцев цирки были закрыты. После Нижнего Новгорода мы поехали в Сочи. Мы отработали сочинский цирк. Поэтому поехали мы с Бурлеском уже в сторону Дальнего Востока. А мы еще заехали в Яросравль. Мы отработали Яросравль, отработали Пермь, уральские города. Отработали Екатеринбург, отработали Тюмень и уехали в сторону Сибири. Мы отработали Омск, Новосибирск. И вот сейчас приехали во Владивосток. Но мы поедем обязательно по всем городам, где есть наши стационарные цирки. А у нас очень много стационарных цирков. Наша компания «Росгрузцирк» – это самая крупная компания в мире. И вообще вся наша страна имеет самое большое количество стационарных цирков. Это очень радует, что есть профессиональные цирковые здания, где можно показывать большой профессиональный цирк, то, что мы и делаем. А главное, есть куда сходить. И на что сходить. Я считаю, что дети обязательно должны ходить в цирк. Потому что цирк – это все-таки позитив. Это эмоции, положительные эмоции. И сегодня, наверное, их очень не хватает в жизни. Поэтому, когда приходишь к нам в цирк, уходишь с таким… Я вот знаю много зрителей, которые к нам приходят и с детьми, и не с детьми. Потому что для меня вообще цирк – это вообще семейное искусство. Это ж вот обычно цирк только для детей. Нет, цирк – это семейное искусство. И очень много людей, которые приходят на спектакль, они, выходя с нашего шоу, во время шоу даже вспоминают детство. Они вспоминают те моменты, когда они когда-то ходили с родителями в цирк. Все равно цирк – это только позитив. В цирке не бывает никакого негатива. Цирк полон позитивом. Он яркий, он красивый, он положительный. Он несет только положительные эмоции добра. Да, я помню свой опыт. Меня однажды на манеж выводил, наверное, клоун. Вывел клоун, да. Вам было сколько лет? Тогда я уже была достаточно взросленькая. Мне было лет 11, наверное. В вашей жизни это осталось, наверное, навсегда. Да, он меня облил водичкой из лейки. Я хорошо это помню. А я в 11 лет только пришел в цирк. Вот так бывает в жизни. Да. Как встречают в городах люди? Замечательно, потрясающе. Мы любим зрителя, и нас зритель любит. Поэтому я хочу сказать смело, что за столько лет моей работы я рад, что уже шоу Ги и Радзе, не важно, как она называется, пять континентов, будь это королевский цирк, бурля, спесчаная сказка. Для публики это знак качества. Поэтому если в город приезжает шоу Ги и Радзе, то всегда это большой настоящий профессиональный цирк. Мы никогда не хартуем. Если я пообещал, то я по-другому не умею. Я вожу только большие, масштабные, профессиональные, цирковые шоу. И зритель, как говорится, голосует рублем. Когда на спектакле битковые аншлаги, а билетов нет уже на несколько дней вперед, то это говорит о том, что публика ждала нас. И на самом деле мы же когда анонсировали в прошлом году, что мы приедем во Владивосток, сегодня есть у нас соцсети, где нам писали и пишут, когда вы приедете к нам, перечитают города. И Владивосток, правда, искренне ждал это шоу. И мы привезли его абсолютно в полном формате, как мы выпустили его от начала до конца. Все шоу сегодня в Владивостоке. Все артисты в штате российской компании «Росгрузцы». И все артисты переезжают с города в город. А кто-то из артистов есть родом из Владивостока? Да, у меня есть артисты с Владивостока. Очень много балетных у меня. У меня ребят, которые танцуют у меня в балете, один из лучших балетов нашей страны в цирке. Поэтому у меня очень много артистов, которые в Владивостоке. И сегодня мои артисты, которые работают сейчас в городе Саратове, это, кстати, у нас первый каменный цирк, стационарный цирк. Замечательный артист у меня Максим Бощенко, который с Владивостока. Он пришел ко мне артистом балета, а стал у меня дрессировщиком. Работает потрясающий номер с яками. Поэтому вот так приходят артисты балета, а становятся цирковыми артистами. Но во Владивостоке уже тоже прошли первые выступления. И прошли, я так понимаю, при полном аншлаге. Да, да, да. И вот я же рассказывал. И при полном аншлаге, и на ближайшие шоу нет вообще билетов. Поэтому это замечательно. Это говорит о том, что Владивосток ждал это шоу Бурлевское. Мы обещали, мы привезли шоу Бурлевское. С удовольствием находимся в этом замечательном цирке, в этом замечательном городе, который я лично очень хорошо знаю. и много воспоминаний у меня об этом городе, об этом цирке. Потому что я здесь работал много раз, будущим артистом сам. А уже много лет, последние годы, так сказать, я привожу в качестве продюсера, художника, водителя, цирковые коллективы. Почему во Владивосток вы приезжаете обычно летом? Такой вот вопрос. А вы знаете, как-то сражился так гастрольный график. Во-первых, нам лично удобно добираться. У нас слишком большая труппа, очень много машин, 18 фор – это состав поезда. Поэтому обычно в летний сезон, в мае, когда отпуск у актеров, в это время технические службы перевозят труппу во Владивосток. И нам как-то удобно уже во Владивосток знать, что летом мы всегда во Владивостоке, один из коллективов. Так же, как и сочинский цирк. И Сочи знает, что в Сочи каждое лето наше шоу. Это уже какая-то такая традиция. И публика ждет в определенное время шоу Георгии Радзе. И мы приезжаем. Даже мы вас ждали. Спасибо. Я на полном серьезе говорила коллегам так, что-то как-то цирк к нам давно не приходил, лето на дворе. Иначе скоро должны прийти. И вы пришли. Спасибо. Приходите вы к нам. Придем обязательно. Давайте напомним зрителям, куда приходить, зачем приходить. В Владивостоке один замечательный цирк. Правда, замечательный. Совершенно необычный. С варя архитектурой. Он, правда, эксклюзивный. Он абсолютно не похож на все остальные цирки, которые есть в нашей стране. Он имеет свою форму. Вот он как какой-то другой, эксклюзивный. Поэтому сегодня в этом эксклюзивном цирке абсолютно эксклюзивное шоу Бурлеск. Мы вас приглашаем всех. Каждая суббота, воскресенье, и в будний день, в четверг, на шоу Георгии Радзе. Бурлеск. Во Владивостокском цирке. До третьего сентября. Я надеюсь, билеты еще можно успеть купить. Конечно, мы же впереди еще все лето. Да. Ну, ждут, конечно, гимнасты, ждут удивительные животные. Ждут артисты цирка. Вся труппа всех ждет, потому что мы приехали сюда дарить свое искусство. И все, что мы делали годами, мы хотим, чтобы публика это увидела. Ну что ж, я желаю, чтобы цирковой сезон, или как это у вас правильно называется, я не знаю, в нашем городе, прошел успешно. Спасибо. Зритель, он благодарный. То, что зритель увидит, я думаю, он останется в восторге. А мы тоже постараемся побывать на ваших шоу. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о новом невероятном шоу «Бурлеск», которая завоевала главную цирковую награду мира и сейчас проходит в цирке Владивостока. В гостях у нас был автор идей, создатель и вдохновитель, художественный руководитель, продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова